Итак, все любители легкой атлетики замерли в ожидании. До старта чуть более трех часов в Минске выступят мировые лидеры. Олимпийские чемпионы и призеры команды в двухдневном противостоянии определят, кто же сильнее – сборная Старого Света или команда США. На главной арене страны работает съемочная группа, агентствователь новостей. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Кристина Камыш. Кристина, добрый день. Что сейчас происходит на стадионе «Динамо»? Людмила, здравствуйте. Прямо сейчас стадион «Динамо» готовится к празднику, ждет легкую атлетику. Дело в том, что утром на поле, которое прилегает к арене, все спортсмены могли еще раз потренироваться по запросу с 9 до 12.00. Ну а прямо сейчас вступил в силу регламент соревнований. Это значит, что никого из спортсменов здесь нет. Все команды прибудут на «Динамо» в 16.00. Это в первую очередь касается толкателей ядра, прыгунов и бегунов. Итак, матчевая встреча. Европа-США. Более 300 спортсменов выступят в 37 дисциплинах по 8 атлетов в каждой из программ. Напомню, что заявленные 14 белорусов команды будут бороться за переходящий кубок. Призовой фонд соревнований почти миллион евро. За первые места бонус 7 тысяч евро. Звездно-полосатые делают ставку на спринтеров и стайеров, а Европа традиционно сильна в технических дисциплинах. Если говорить о форме, подходящей уже плавно к чемпионату мира, это один из этапов подготовки. И в таком сильнейшем составе это очень здорово за полтора месяца до главного старта сезона попрыгать в такой компании, в такой атмосфере. Я уверена, стадион будет полный. Буду стараться отлично прыгнуть, порадовать публику, болельщиков и самой получить эмоции и удовольствие. Очень приятно быть частью команды Европы, тем более то, что всего 4 спортсмена отбиралось в команду Европы. И попасть в топ-4 это очень престижно. И я думаю, это будет очень зрелищно и очень интересное соревнование. Организаторы же заканчивают последние приготовления. На территории стадиона будут площадки, где каждый желающий сможет попробовать себя в разных дисциплинах легкой атлетики. На старте и телевизионщики. Картинку из Минска увидит весь мир. Прямую трансляцию соревнований покажут в 60 странах. Начнется легкоатлетический матч. Церемония открытия в 18.10. Вчера был генеральный прогон. Конечно же, мы уже знаем, какая будет церемония открытия. Но мы не можем рассказать вам об этом. Это будет красивая церемония. Ее задача открыть не только соревнования, но и показать всему миру, какая Беларусь. Поэтому она будет в национальном колорите. Давайте не будем портить сюрприз и дождемся этого праздника. Стартует же матчевая встреча в 19.00. Откроет соревновательную программу женщины в секторе прыжков в шестом. Также сегодня в расписании метание молота, диска, толкание ядра, много бега и прыжков. Прямую трансляцию будет вести телеканал Беларусь 5. В студии на этом у меня все. Людмила, возвращаю слово вам. Спасибо, Кристина. Ждем с нетерпением включения уже в вечернем выпуске, где вместе сможем наблюдать за началом этого исторического события матчевой встречи США и Европы.